Много говорить не буду. Спасибо, что пришли. Это самое первое. С чего все начиналось? Когда мы начинали, это, как вы уже сказали, вот, мне было 10 лет. Это первый раз я взял фотоаппарат и начал потихоньку учиться. Тогда еще были, вот, снимали мы на пленку. И очень трудоемкий процесс. Сейчас это делается очень легко и быстро, поэтому, если вот у кого-то есть желание, теперь не надо ничего проявлять, не надо там часами сидеть, все это печатать, сушить. И поэтому фотографировать, у кого есть желание, только фотографировать все больше и больше, снимать, снимать, снимать. И тогда какие-то фотографии вам начинают нравиться, какие-то не понравятся. Таким образом можно научиться хорошо фотографировать. И многие спрашивают, почему черно-белая выставка. Сначала я хотел сделать цветные, но цвет отвлекает от основной темы. То есть вот эти эмоции, они легче передаются черно-белыми фотографиями. Если потом заметите, когда будете смотреть, некоторые элементы я оставил цветными, потому что, если на полностью черно-белый вариант, те эмоции, они уже пропадают. Спасибо, что пришли. Если нет, учились у кого? Начинал я в журпаке еще, когда у нас были фото-дела, такой был предмет. Но мне было очень легко, потому что я до этого уже снимал, не так сложно было. Поэтому и во время зачета у меня все фотографии прокатили автоматом. Мне было очень легко. Сейчас я занимаюсь в основном съемками видео, так как работаю в телевидении. Плюс еще мы снимаем кино, документальное, вот художественное кино. Мы за два года пока еще закончить никак не можем. Поэтому у кого есть желание попробоваться, поучаствовать на съемках, сняться в кино, всегда, пожалуйста, меня очень не понравится. Есть я в ВКонтакте, в основном там общаемся, молодежь, которые пишут, в основном общаемся в ВКонтакте. Еще есть какие-нибудь вопросы? И самое интересное, вся эта выставка была снята вот на этот фотоаппарат. Он непрофессиональный, но из него все, что мог, я выжил, так скажем. И дальше уже лучше не сделать. Поэтому вся эта выставка, все возможности вот этого попала. Расскажите про свой первый фотоаппарат. Откуда он у вас появился? Первый фотоаппарат, вот я не помню, откуда появился, то ли родители, или так далее. Это был у меня первый «Зенит». Вот я принес такой же фотоаппарат, но мне «Зенит-44». Потому что «Зенит» у меня сейчас заряжен. Я еще продолжаю снимать на пленку. Вот недавно опять начал. И поэтому вот эти фотоаппараты, которые вот сейчас вот здесь лежат, вот начинал вот с такого фотоаппарата. Современные именитые фотографы опять начинают снимать пленочными фотоаппаратами. Как вы к этому относитесь? Ну, если честно, можно снимать для себя, чтобы получать удовольствие. Вот это на статье, которая была. А чтоб для выставок, для конкурсов лучше снимать на цифровой фотоаппарат. Потому что это обрабатывается намного быстрее, намного величие. Там можно что-то поменять. А пленка, она не прощает ошибки. Если там какая-то была ошибка, уже исправить очень тяжело. А в юности, когда вы начали только заниматься фотографией, был ли какой-то момент, что вот вы решили или идти дальше, или прекратить уже вот этим занятием? Были такие моменты, что у вас был результат превосходный? Или наоборот, что не было результатов, и вы как-то решили в жизни пойти по другому пути? В жизни я отошел от фотографии. И много я пел, общились, но снимал для себя. То есть я на конкурсе не участвовал, снимал для себя. И как бы отошел от фотографии. Но сейчас вот, года три назад, он и начал опять что-то снимать. Это не только для себя, чтобы кто-то смотрел. А вот и все. Вот у нас молодые люди. Как вы думаете, а можно задаться целью и стать фотографом, зарабатывать себе на жизнь? И вообще можно полюбить эту профессию? Как профессия, если это превращается в профессию, то, естественно, зарабатывание денег, тогда для творчества остается меньше времени. Если заниматься только творчеством, естественно, это требует еще какие-то вложения. И поэтому это надо как-то научиться совмещать, чтобы одно с другом не мешало. Но эти зарабатывания денег, оно не идет без творческого процесса. То есть если ты плохо работаешь, у тебя плохие результаты, значит, людям не понравится твое творчество. Что выбрать? Только одно, наверное, снимать-снимать. И через ошибки мы учимся снимать лучше. Когда люди говорят, вот это совсем не получилось, вот это получилось, это надо и слушать, и попытаться исправлять вот эти ошибки, которые во время съемки получаются. Вот тут молодые люди есть, они говорят, у нас тоже очень много снимков. Как вообще начать и решиться на свою персональную фотовыставку? Вообще с чего надо начать? Самое интересное, вот если вы выбрали какие-то фотографии для выставки, потом начинаете их обрабатывать, готовить к выставке, они перестают нравиться многим людям. То есть в этот момент не надо останавливаться. Если вы выбрали, то, что увидели, вот это вам понравилось. Значит, это кому-то тоже понравится. Поэтому не надо говорить то, что вот это, наверное, теперь не нравится, и выбрали. То есть слушать свою интуицию, да? Да, свою интуицию, внутренние ощущения, эмоции, которые возникают, когда просматривают свою фотографию. Следующий вопрос. А что вы хотели бы, чтобы наши посетители сегодня, чтобы они узнали о вашей выставке? Вот что вы хотите сказать этой выставке? Мы понимаем, что черно-белые сны, это понятно, что фотографии черно-белые, а что еще вы хотите, чтобы сегодня наши посетители унесли с музея? Все мои эмоции, они в этих фотографиях, поэтому здесь что-то говорить уже я, наверное, не смогу. Поэтому надо просто их смотреть и ощущать, и получать свои эмоции. Мы в любом случае вас попросим, вот прям с первой фотографии, нам экскурсию, чтобы рассказали о каждой фотографии, потому что я уверена, что у многих из нас будут вопросы по именам, по названиям, по каким-то элементам фотографии. Хочу сказать, что надеемся, что фотовыставка позволит каждому взглянуть на окружающий мир в необычном состоянии.